Почему фикс? Там нет тормозов. По городу взял, сел, поехал. 160 километров, каденс всему голова. Думайте сами, решайте сами. Я считаю, что мне есть что сказать, страна катится куда-то не туда. Цены война давно закончилась, и зачем вам каски? Всем привет, с вами канал Классик Байк, и как вы уже поняли по названию ролика, сегодня я хочу вам показать небольшое интервью, которое очень давно готовилось, и пока я решал, что и как буду снимать, человек переехал жить в другую страну. Я говорю о нашем резиденте Классик Байк, его зовут Виталик, он сейчас живет в Польше, в городе Вроцлав, работает велокурьером. И я все-таки решил довести дело до конца, и отправил ему ваши вопросы, которые вы писали в наших соцсетях, чтобы он на них ответил на камеру. Так что усаживаемся поудобнее, всем приятного просмотра, и поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, здорово, отвечаем на вопросы. Почему фикс, зачем тебе это надо? Фикс у меня используется по прямому назначению, я на нем езжу по городу, я на нем гоняюсь, я на нем езжу за город и так далее. Почему фикс, ну потому что это самый простой велосипед, такой банальный ответ, потому что не хотелось вкладываться в шосс, там допустим, косарь, если можно взять фикс, там за 600 или что-нибудь такое. Расходники дешевле, механизмов меньше, ну короче, вы это сами все знаете. Вот. Ну и все, по городу взял, сел, поехал. Зачем усложнять историю, если ее можно не усложнять? Как узнал об этой культуре? Началось это, наверное, году в 13-14 где-то. Я учился в лицее, и там на год меньше учился парень, у него в инстаграме увидел фотки, там какой-то велосипед, ну он такой странный, он выглядел как Аист, какая-то голубая сталь, и думаю, блин, руль баран, а выглядит он как-то странно, наверное, не быстро ездит, колеса тонкие, вот. Ну и короче, тогда стал как-то читать про эту тему, посмотрел срочную доставку, потом прочитал, что там нет тормозов, я думаю, в смысле там нет тормозов? Наверное, там есть такой тормоз, как в Аисте, а потом оказалось, что там реально нет тормозов, думаю, прикольно. Потом нашел группу ВКонтакте, вот барыжный салон, там эти велосипеды какие-то странные продавали, кто-то их покупал, стоили они как-то непомерно много, как мне тогда казалось, и в 14-м году хотел собрать себе уже сам, нашел даже там раму, какой-то рекорд, по-моему, где-то в России, но, к счастью, все сложилось так, что я его тогда не собрал, потому что была бы какая-то дичь. В итоге все это отложилось, ну вот до когда, до 18-го года. В 18-м году собрал свой первый, пока единственный фикс, потому что когда ты 204 ростом, ты не можешь собрать сначала на одной раме, потом поменять ее через месяц на другую раму, у тебя есть только одна попытка, потому что раму ты заказываешь кастомную, и она уже будет под тебя. Ну а потом компоненты, соответственно, можешь менять там колеса, подсидел и вот это вот все. На чем ездишь, что за рама? Ну блин, на чем езжу? На велике езжу, на фиксе. Рама алюминиевая, розовая. Ладно, сейчас будет нормально. Рама алюминиевая, розовая, 70.05 сплав. Какой рост? У меня или у рамы? У меня 204, а у рамы, вы можете попробовать угадать. Самое большое расстояние, которое ты проехал на фиксе? На фиксе самое большое, это было 160 километров, это в том году, в этом году было 140, ну как-то вот так, больше не было. Двухсотку, слава богу, хватило мозгов не поехать. Так, сколько уже катаешь и как поживают колени? Катаю уже 2 года, проехал 25 тысяч километров. Колени в целом нормально, иногда болит правая, но у меня было несколько падений, еще до фикса даже. Вот, я как-то приземлялся все на правое колено, поэтому оно с внутренней стороны, когда там посадка плохо выставлена, когда много проехал, когда замерз, бывает оно в конце дня немножко болит, но это прям редко, наверное, там раз может в месяц, в пару месяцев вот так, поэтому я считаю, что лучше, чем могло быть. Какие звезды стоят соотношения? Передняя стоит орбита 47, задняя диакомб 16. До этого было 48-17, 48 потому что это стоково идет с омниумом, количество звезд просто паршивое, вот это 48, оно ни к силу, ни к городу, поэтому нужно менять на что-то нечетное и скорее всего рядом, ну либо 49, либо 47. Тогда расчет был 2.81, по-моему, сейчас 2.93. Стало немножко тяжелее, больше трех вообще не планирую ставить, потому что каденс ему голова, ребята, так что берегите коленки. Почему баран, а не райзер? Ну, баран, потому что велосипед, во-первых, спортивный, и с бараном ехать быстрее, а если серьезно, ну, потому что, да, вариативность хватов, можно взяться в нижний, где-то ускориться больше, приложиться, и плюс еще вот этот верхний, который с боков хват, тоже мне очень удобно, очень нравится. Почему переехал в Польшу и на какой срок? В Польшу переехал, потому что давно планировал переехать, еще, наверное, после выборов 15-го года, посмотрел, что в Беларуси происходит какая-то дичь, посмотрел, как загоняют студентов на выборы, как раз тогда был студентом, понял, что страна катится куда-то не туда. В 2017 году как-то пришло окончательно это сознание, ну, и потом уже планировал все это время, как поехать, куда, чего, на какой срок, без понятия. Сейчас даже домой не планирую съездить, потому что если вернуться потом в Польшу, попадаешь на 10-дневный карантин, поэтому, скорее всего, как минимум до окончания пандемии в Польше это поехать домой, а на постоянно возвращаться, не знаю, пока не планирую, мне тут нравится, и поэтому так, есть планы. Что хочешь сказать тем, кто катает на фиксе или думает приобрести его? Думать надо меньше, а соображать больше, вот. Ничего, что катайте в свое удовольствие, главное в свое, это значит то, что никого не убейте, никого не снесите, никому в возможности не повредите там зеркала и машины, чтобы все вернулись домой целыми и невредимыми. А что же там будет с вами, это ваше дело, потому что вы сели на эту штуку без тормозов, и куда вы на ней доедете, и доедете ли вообще, это уже ваши проблемы. Где лучше катать, в РБ или в Польше? Конечно же в Польше. По крайней мере, здесь можно катать. То есть здесь тебе никто не сигналит, и никто на тебя не кричит, просто в силу того факта, что ты вышел на улицу и сел на фикс. Ты можешь спокойно ехать по проезжей части, ты можешь спокойно совершать левые повороты, ну, где это разрешено. Здесь и инфраструктура получше, и водители как-то поспокойнее. Поэтому очевидно, что в Польше. Да, и кстати, полиция ко мне ни разу еще не докапывалась, потому что не было поводов. Я же законопослушный гражданин, я езжу нормально. Так, чего решил создать YouTube-канал и зачем? Я считаю, что мне есть что сказать миру, сказать и показать, поэтому вот завел канал, снимаю курьерской жизни, и не только курьерской жизни, поездках за город, по заброшкам, и такие еще околовелосипедные темы. Поэтому подключайтесь, смотрите. Ссылка на его канал будет в описании. Если кому понравился персонаж, обязательно подписывайтесь. Интересные истории, связанные с Фиксом. Да, Фикс это в целом такая интересная история. Наверное, самое такое крутое, что у меня было, это вот ездил велостопом в Голландию, то есть берется велик, пакуется в чехол, и дальше уже автостопом на попутках добираешься, куда надо. Вот, там приходилось спать, иногда через каучсерфинг, иногда в хостел снимал, иногда на улице даже пару ночей приходилось спать. И так как всем из Беларуси, то, наверное, у каждого фиксера есть история, как он успел уехать от ОМОНа, от милиции и так далее. Ну, либо кому-то не повезло, и он не успел. Так, вопрос про шлем, который, допустим, есть, но его как бы нет, и я отвечаю. В шлеме сейчас катаю постоянно. Взял такой вот Бэтвиновский с Декатлона. Раньше я ездил в шлеме с Алика, потом взял новый, тоже с Алика, он оказался неудобным, проездил в нем почти год, потом забил, стал ездить без шлема, не знаю, наверное, тоже почти год где-то проездил, несколько месяцев. Постоянно стебался над теми, кто в шлеме, мол, пацаны, война давно закончилась, и зачем вам каски? А потом здесь как-то пошла одна такая стрёмная ситуация с водилами, вторая, третья. Я подумал, что ну его нафиг вообще, этот шлем там стоит. Меньше он стоит, чем ваше здоровье и ваша жизнь. Но думайте сами, решайте сами. Никого не призываю. Думаю, к этому надо прийти. Вот такой получился небольшой ролик. Я надеюсь, вам понравился. Если у кого-то созрели какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, а лучше проходите к нему на канал. Ссылка, еще раз повторюсь, в описании и задавайте ему лично. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей, канал ClassicBud. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok